Сила человеческого духа оказалась сильнее металла и огня. В третьем Б 26 учеников. И почти у каждого прадед воевал на фронте. Поэтому идея вписать имена своих близких в бессмертный полк сразу же нашла отклик в сердцах ребят. Дети несли фотографии из семейных альбомов, по крупицам собирали истории своих прадедов. До призыва на фронт прадедушка работал инженером по землеустройству. Уходя на фронт, прадедушка оставил дома сына и дочери. Он их больше никогда не увидел. На войне прадедушка имел воинское звание красноармеец. Погиб прадедушка в Восточной Пруссии. Там же он и захоронен в братской могиле. В семье Ангелины Ульферт не сохранились фотографии прадеда. А вот его подвиг родные помнят и передают из поколения в поколение. Ценой своей жизни он остановил врага у стен Москвы. Мне рассказали мои родственники. Это бабушка, дедушка и мама потом передала мне. Отец Ангелины Константин Ульферт один из тех, кто и предложил третьему Б принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Он убежден, поддержать общественную инициативу должен каждый, кто чтит память предков. И кто не может допустить искажения исторических фактов. Чтобы преемственность поколения была, передать детям память о подвигах наших предков. И кроме нас никто этого нашим детям не сможет рассказать. А если мы им не расскажем, то подвиг наших предков забудется, уйдет в небытие. Подключиться к всероссийской акции помог третьеклассникам и папа другой ученицы – Лады Танана. Это он изготовил для детей штендеры с портретами прадедов. Это человек творческий, и любые наши идеи он поддерживает. И по профессии, конечно, он, возможно, связан с типографией, но я думаю, что это папа, который бы, если бы даже не работал там, он бы все равно нашел какие-то средства, какие-то свои творческие идеи, и все равно бы нам помог. 9 мая в бессмертном полку с портретами своих прадедов пройдут 11 ребят из 3-го Б. У некоторых в руках будут не один, а два штендера. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Новости ОТН.